РПЦ еще не самая смешная организация в стране. Как выяснилось, у нее мощный конкурент. И этот конкурент, знаешь, есть такая организация под названием Роскокосмос. Роскокосмос, да? Причем она занимается не кокосами, а покорением космических сумм, которые зачем-то выделяются на покорение космоса. И нет такой, не существует такой суммы, которую Роскокосмос не мог бы превратить в ничто. И россияне просто привыкли, они не понимают, что и сюда пришел на этих мягких лапах идиотизм, и что тут тоже на Роскокосмос нужно смотреть через тот самый синдром прозрения, что русские не понимают, что когда они смотрят на Роскокосмос, они видят страшный сон Академика Королева, материализацию его ночных кошмаров. И что вот это, я хочу просто напомнить, что это миллиарда пожирающая корпорация, чавкающая, давящаяся деньгами, она олицетворяет русскую космическую мечту по терминологии Александрия Чапраханова. Ее, эту организацию, как я помню, возглавляет временно обесточенный робот Федор, который, согласно уставу, несет полную финансовую ответственность за все события в корпорации. Он для этого и был куплен в магазине корейских игрушек и выдан за собственное изобретение. Это хитрый и мудрый план, потому что сидеть тоже будет робот Федор, а Рогозин будет ходить к нему, носить передачи гайками и маслом, бутылочкой. Ну, честно сказать, к своему пресс-секретарю что-то он не ходит. Не ходит, да? А, там не пускают, потому что... Ну, я думаю, что на Федора повесят тоже измену Родине. Конечно. Ну, вот почерк Роскокосмоса известен. Сейчас он, кстати говоря, весь в муках он ищет, ищет новую эмблему. Я бы предложил ему, вот, коль скоро он Роскокосмос, два мохнатых кокоса и небольшая ракета между ними. Это было бы, вот, суперсовершенной эмблемой. Но мы знаем обычно у него, чем занят Роскокосмос? Это строительство секретных бас на Луне, да? Это захват освоения Венеры. Потом была обещана перебуксировка спутников Юпитера на земную орбиту, победа во Второй Марсианской войне и лично затыкание черных дыр, которые дестабилизируют Вселенную. И он еще известен прорывными технологиями в космолетостроении, потому что вот русский сектор МКС, откуда пропадает кислород, так и нашли способ, решили заклеить китайским скотчем. Но, в общем, не очень получилось. Жвачка же отличная штука. До этого они еще не додумались. Вот китайский скотч в таких количествах не сработал. И вот опубликован очередной прекрасный план этой корпорации. Это будет ракета Амур. Она предназначена для штурма ни много ни мало, Оля, дальнего космоса. Она многоместная и многоразовая. На ее разработку выделено уже 70 миллиардов рублей, причем из этих 70-30 миллиардов на скотч, на китайский скотч, чтобы сразу ее нафиг обмотать всю много раз и никогда уже не думать об утечках кислорода. Но, Оленька, сейчас самое главное, да, в то же время, когда мы узнаем об этом Амуре, портал госзакупок публикует информацию о другом Амуре, тоже космическом во всех смыслах этого слова. И тоже многоместном и многоразовом. Происходит этот Амур, случается этот второй Амур в очень приличном городе Дальнереченске. Дальнереченск, там 27 тысяч жителей. Город знаменит тем, что целый год там скрывалась от полиции Соника Золотая Ручка. Но город вообще очень хороший. И вот модель Амур интенсивно-голубого цвета, двухочковый, перегороженный. Это сортир. Он действительно считается сортиром премиум класса, потому что он снабжен ручками на дверях и струганой доски. Единственное, когда я... и термостойкий. В нем в документах написано термостойкий. Это очковый сортир. Меня несколько смутило наличие галактических координат, которые указываются в документации. Также спутниковых координат и простых. То есть, простые координаты 45, 9,4, 49 по широте и 133, 7,5,5 по долготе. Причем там есть еще... Он что, единственный или он продается? Нет, нет, нет. Подожди, тут еще интереснее. Освещение написано в документах внутри возможно. Но возможно и невозможно. Потому что в проектной документации освещение вычеркнутое. И мне перекинули переписку по телеграм-каналу между создателями этого двухочкового амура, где один пишет другому, освещение нафиг, щелью ночью будут светиться, сортир опять упрут, как в тот раз, лучше темный. Ему пишут, Леня, ну по полной темноте провалится нахрен в дыры. Леня, мастер отвечает, выше пояса не провалится, мы в цеху очко уже испытали. Но если провалится, можно руки раскинуть и удержаться над очком. МЧС в конце концов на что? Вот этот амур должен быть установлен на улице Ясной 13. Это само по себе уже загадка, потому что это дальняя-дальняя окраина дальнего-дальнего города. Там есть несколько домов, каждый имеет свой, значит, выгребной клозет, то и вроде бы нет необходимости еще в общественном. А амур ставится как общественный. Практически в пустыне, это загадочная история, можно сделать, судя по галактическим координатам, наличию галактических координат, что это вообще сортир для пришельцев, ну которым где-то, предположим, приспичат, они знают галактические координаты, куда лететь. Но я думаю, что дело круче, потому что космизм этого амура значительно серьезнее. Да, потому что, может быть, мы имеем дело опять с какой-то сверхсекретной разработкой, опять-таки, Роскокосмоса, потому что изначальная цена этого амура 400... Оля, извини, 413 тысяч с чем-то. То есть полмиллиона рублей стоит дощатая дырка, дощатая будка с двумя дырками в полу. Он, конечно, проходит как премиум класс, потому что ручки есть на дверях, задвижки. Но вот это волшебный второй Амур-2 за полмиллиона рублей. И эту космическую, нечеловеческую красоту, кстати, каждый может увидеть сегодня на сайте госзакупок. Это, конечно, недешево для двухочкового, но все равно немножко дешевле рогозинской ракеты. Но в отличие от той ракеты, правда, у Сортира есть шанс добраться до дальнего космоса. У него выше шанс взлететь, чем у детища Роскосмоса. Тем более, что в документации указано, что Амур термостойкий. А двигателями вот у этого Амура могут служить посетители. Но после посещения местной столовой и, главное, этих посетителей синхронизировать. Вот НАСА такие дерзкие разработки, я бы сказал, категорически недоступны. Я, кстати, хотела вступиться на минуточку за ракету Амур. Потому что она так красочно была представлена. И у нее там возвратная ступень или что-то еще такое же хорошее. Что даже Илон Маск одобряет и говорит, что Роскосмос на верном пути сейчас находится. А вы глумитесь. Путь только этот необычайно длинный, я бы сказал. Примерно как от Роскосмоса до НАСА.